Всем привет! У меня заказали небольшой шкаф для ребенка, в котором предполагается долгая фрезеровка на ЧПУ. Так что, думаю, перед началом проекта стоит сделать примитивную насадку для аспирации. Надеюсь, что эти костыли в виде стенок СДВП мне больше не понадобятся. Пока что в качестве стружка отсоса будет трудиться Керхер ВД-3П Премиум. Ролик с его обзором есть на моем канале. Ну а саму насадку я вырежу на ЧПУ. Сначала хотел сделать ее раскладной, чтобы крепить сбоку, когда нулевая точка уже установлена. Но потом решил не умничать и сделал насадку цельной. Не думаю, что будет сильно неудобно после установки нулевой точки поднять шпиндель на 3 см, установить насадку и вернуть его на 3 см вниз. Опять же, повторюсь, насадка примитивная. Да, конечно, можно было сделать конструкцию с плавающей щеткой, но ее я планирую сделать, когда куплю мощную систему стружка отсоса. Но забегая вперед, скажу, что и такая простая модификация справляется со своей работой. После фрезеровки деталь садится на шпиндель очень плотно. Так что дадим ей немного свободы с помощью щетки от Детера. Как видно, вся насадка состоит из двух деталей, которые отличаются друг от друга одним небольшим язычком сбоку. Он будет нести функцию зажима насадки на шпинделе. Сразу сделаю в нем сквозное отверстие под болтик М6. И склеиваю их между собой, стягивая сразу на фрезере, чтобы они не сместились. Через 30 минут делаю пропил с одной стороны, где расположено ухо. И тем самым мы получаем жесткий хомут. Затягивать его буду барашком, который шел в комплекте с циркулярной пилой. По сути, все, что осталось, это закрепить по периметру материал, который сможет сохранить достаточную мощность всасывания, а также не будет мешать движению головы. Обычно все используют пластиковый ворс от каких-нибудь бытовых щеток или веников. Но у нас сейчас локдаун, так что использую то, что есть в наличии. И сначала я решил попробовать прозрачный тонкий акрил. Отрезал небольшую полоску шириной приблизительно 7 см. Закрепил ее на хмуте с помощью саморезов и отмерил нужную длину. В таком виде акрил толщиной в 1 мм достаточно жесткий. Поэтому с помощью сабельного резака для бумаги я делаю небольшие надрезы с одной стороны. Но, к сожалению, и это особо не помогло. И тогда я попробовал второй вариант, в котором уже использовал кожзам, оставшийся от каретной стяжки. Вероятнее всего, его может сразу засосать. Так что придадим ему немного жесткости путем склеивания двух полосок кожзама. Использую клей для поролона. На саморезы прикручиваю к хмуту. Отрезаю лишнюю длину и делаю такие же надрезы снизу. Держитесь, это еще не конец. Потому как пылесос мгновенно засосал ткань. В общем, последний вариант, который я придумал, это добавить под низ небольшую полоску акрила, только чтобы она была выше нижней точки шпинделя. Да, и это вариант, в принципе, такой себе. Короче, как откроются магазины, поменяю на пластиковые щетки. Длины шланга Керхера не хватает, так что пришлось взять шланг от старого пылесоса и скрутить его скотчем. Но и этой длины не хватает, чтобы уложить шланг в рукав с проводами. Пока что подвешу его над станком. Ну и пришло время затестить, работает ли наша система. Я устанавливаю ее на такую высоту, чтобы фреза была ниже насадки, приблизительно на 5 мм. И что еще важно, это перепроверяйте все перед запуском. Потому как с пылеудалением вы не видите места обработки и не можете контролировать процесс. Вот я, например, не сразу заметил, что не затянул фрезу. И с каждым проходом она начала опускаться все ниже и ниже. Ну что ж, ладно, это будет не уроком. Затягиваю фрезу и пробую еще раз. В комментариях многие наверняка захотят написать, что пылесос на такую долгую работу не рассчитан. Ну что ж, сегодня 5 ноября 2021 года. Давайте посмотрим, на сколько его хватит. Ну а при таком контровом свете можно заметить, насколько хорошо все работает. Во-первых, стружка не попадает на профиль, по которому ездят колеса. А во-вторых, в мастерской можно не кашлять от пыли. В общем, думаю, самоделка удалась. Ну и как обычно, если видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем ролике. Пока!